В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Одна из крупнейших компаний муниципалитета Албис отметила день рождения. Мне понравилось это предприятие прямо с первого моего визита, еще на собеседование. Безопасность, прежде всего, сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд. Я хочу просто вам еще раз напомнить о правилах безопасного поведения на дороге. В Ленинском округе прошел большой спортивный праздник. Показать нашу силу и дух, спортивный дух нашего округа. Свой профессиональный праздник отметили работники строительной отрасли. Одно из крупнейших предприятий Ленинского округа компания Албис отпраздновала также и день рождения. По доброй традиции трудовой коллектив собрался во дворце спорта «Видное». Сегодня у входа во дворец спорта «Видное» собрались не поклонники баскетбольных или футбольных баталий или участники очередного окружного мероприятия. Сотрудники производственного объединения Албис пришли сюда, чтобы отметить свой профессиональный праздник и день рождения предприятия. Это стабильная компания, более 25 лет на рынке. Мало того, и с моей помощью в том числе мы стали известны на всю Россию и даже за ее пределами. Поэтому я люблю Албис. Компания Албис – крупнейший в России производитель отделочных материалов для интерьерного и экстерьерного оформления различных объектов, офисов и торговых центров, больниц и детских садов, объектов транспортной инфраструктуры, спорта и промышленности. У нас очень сильная линия импортозамещения. Мы готовы предоставить практически любую замену. И когда с нашего рынка ушли американские, европейские компании, мы смогли заместить на 100% весь ассортимент, с которым они работали на нашем рынке. О том, какую роль играет производственное объединение Албис в экономике Ленинского округа, говорит тот факт, что в канун Дня строителя поздравить коллектив с праздником и Днем рождения предприятия приехали председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко и глава муниципалитета Алексей Спасский. Уникальное производство Албис за это время, это почти 30 лет на рынке, это стало с одной стороны брендом, который известен далеко за пределами Ленинского района, округа, за пределами Московской области они работают. И в этом смысле это повод для гордости. Не случайно торжественная часть праздника традиционно проходит в Большом зале Дворца спорта «Видное». В производственном объединении Албис трудится более 1100 сотрудников, и все эти люди работают как одна команда. Наш коллектив, это начальник-подчиненный, наверное, мы не смогли бы выстроить какую-то определенную работу, слаженную работу, потому что архитектура должен быть нестандартной к работе. Нестандартный подход применили и во время подготовки нынешнего мероприятия. Его главная составляющая – награждение памятными медалями тех, кто проработал на предприятии 10, 15, 20, 25 и 30 лет. А праздничные номера в перерывах подготовили сотрудники компании. А может, муж сидит с друзьями, а может быть, ушел в другой. Одним из тех, кто получил памятную медаль за 20 лет работы на предприятии, стал Анатолий Иванович Рязанцев. В интервью он признался, что во время первого визита на Албис сердце подсказало – это твое. И за все время работы Анатолий Иванович ни разу не разочаровался в своем решении. Мне понравилось это предприятие прямо с первого моего визита, еще на собеседование. Я видел его продукцию, решил для себя, что я хочу здесь работать. И я работал и развивался вместе с предприятием. Так что эти 20 лет были вообще ни разу не скучные. К сожалению, не все работники смогли сегодня собраться в этом зале. Кто-то встречает праздник на рабочем месте. Но и они знают, что их труд ценят и уважают. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В период отпусков и каникул значительно увеличилось количество участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции провели совместный профилактический рейд на Каширском шоссе. И еще раз напомнили о средствах безопасности на различных видах транспорта. За работой мото-патруля наблюдала наш корреспондент Галина Житкова. Считается, что в обычной легковушке от 90 до 150 лошадиных сил, а в мотоцикле от 6 до 160. Управляя такими мощными транспортными средствами, водители обязаны не только соблюдать правила дорожного движения, но и владеть знаниями о средствах защиты. Я хочу просто вам еще раз напомнить о правилах безопасного поведения на дороге. Держим такую листовочку, напоминаю. Подростки жилого комплекса «Май» отлично знают, как обезопасить себя при катании на самокате и велосипеде. Применяют, правда, навыки на деле не очень охотно. У нас всегда летняя пора. Это люди отдыхают, а для нас это жаркая пора, потому что большое количество у нас и взрослых, и детей выезжают на дорогу на двухколесном транспорте. И некоторые пренебрегают и скоростью, некоторые пренебрегают средством безопасности. Еще интереснее обстоят дела с пешеходами. Искать зебру не у каждого находится время, да и желание. Рискуя оказаться под колесами автомобиля, стремятся скорее добраться до дома. Рост травматизма уже зашкаливает. Где-то пешеходят. Там дальше. Там дальше. А зачем вы здесь переходите на дорогу? Долго будет жарко очень. Да, уже. Документы есть у вас? Да, есть. Давайте посмотрим. Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому округу, мото-патруль, 7-го спецбатальона 2-го полка «Южный» и представители инспекции по делам несовершеннолетних своим совместным рейдом особое внимание уделяли двухколесному виду транспорта, на котором очень часто передвигаются подростки. Ответственность родителей следить за своими детьми, обеспечивать их безопасность. Если купили электросамокат ребенку, всегда нужно думать, не забывать о защите. Это шлем, на локотнике, на рукавнике. И объяснять правила дорожного движения и вообще поведение в принципе своему несовершеннолетнему ребенку. Александр Бурыкин за рулем мотоцикла уже 4 года. Говорит, что на железном коне удобно передвигаться. Помогает вовремя добраться к месту назначения. Когда вы выезжаете на проезжую часть, какие средства защиты вы применяете? Куртка, шлем, мотоперчатка обязательно. В данный момент куртку оставил, потому что я из дома выехал. А так, да, обязательно. Сколько бы лошадиных сил не было в средстве передвижения, важно, чтобы управлял им грамотный и ответственный водитель, который бережно относится к собственной безопасности и здоровью окружающих. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Совсем немного времени остается до начала нового учебного года. В марафон подготовки к школе включилась и детская поликлиника. За лето дети хорошо отдохнули, набрали сил и готовы уже приступить к занятиям. Теперь мальчишки и девчонки большую часть времени будут проводить в школах и детских садах. По статистике, с наступлением учебного года заболеваемость начинает расти. На снижение рисков направлен комплекс профилактических мероприятий, которые всегда в арсенале специалистов детской поликлиники. Все дети детских садов и начальные школы с 1 по 4 класс будут обследованы на энтеробиоз путем мазочка. Поэтому просим родителей не игнорировать просьбы медицинских работников, классных руководителей, воспитателей. Инфекционное заболевание энтеробиоз непосредственно влияет на соматическое развитие детей. После активного летнего периода, подразумевающего и отдых на природе, оно встречается чаще. Задача специалистов в белом халате – вовремя выявить и провести курс лечения. 1 сентября начинается, как всегда, туберкулинная диагностика. Очень важно выявить на ранней стадии, когда положительная только проба, и начать либо лечение, либо провести полное обследование в противотуберкулезном диспансере. В медицинской карте учебного года вакцинация от гриппа и прививки в соответствии с планом национального календаря. На базе школ пройдет также профилактический осмотр подростков от 15 до 17 лет. Эти данные в дальнейшем будут учитываться при оформлении справок, необходимых для обучения в вузах и колледжах. В эти дни в поликлинику спешат родители с детьми, которые впервые переступят порог образовательных учреждений. Дети, которые идут либо в первый класс, либо готовятся к выходу в сад, организованы профилактические осмотры в один день. По четвергам, где детки проходят всех специалистов и все обследования, положенные по возрасту. Несмотря на то, что спектр обследований немалый, да и количество пациентов в день превышает 40, очереди не образовываются. Жительница поселка Горьки-Ленинский Полина Шумей приехала на обследование с трехлетней дочерью Марией. Буквально еще, может быть, год назад тут были бесконечные очереди. Сейчас пусто, все распределили, все хорошо. Сократить время ожидания в очереди помогло разделение потоков после капитального ремонта первого этажа поликлиники. Ну а чтобы маленькие посетители со свойственной им неуемной энергией не скучали, продуманы игровые зоны. Тамара Абидова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. День физкультурника отметили в Ленинском округе. Начался он с торжественного открытия соревнований по различным дисциплинам на стадионе «Металург», а закончился масштабным фестивалем территория спорта у кинотеатра «Искра». Максим Козлов расскажет подробности. Торжественный старт Дню физкультурника был дан на стадионе «Металург». Здесь не только объявили о начале состязаний, но и вручили награды людям, которые внесли значительный вклад в развитие спорта на территории Ленинского городского округа. Жизнь от имени Алексея Викторовича Спасова, глава администрации Ленинского округа, и от себя лично поздравить вас с Днем физкультурника. Желаю вам силы духа, новых побед, свершений. Стремиться только вперед. Безусловно, самым массовым видом спорта в этот день стал футбол. На четырех площадках в футбольных баталиях приняли участие более 200 человек, причем не только из Ленинского округа. Здесь горки, видное, есть Домодедово. С Домодедово приехали тоже к нам поиграть. С Москвы есть даже команда. А так, наши Молокова, совхоз, как обычно. В парке «Опареньки» состояли соревнования сразу в нескольких дисциплинах. Это бег, скандинавская ходьба, велосипеды и беговелы. В них приняли участие более 80 человек в возрасте от 3 до 76 лет. Мы все тренируемся, мы как бы дружимся, между собой общаемся. Все сговорились, что сегодня бежим, ну вот мы все и пришли пробежаться сегодня. Компания друзей, с которой мы каждую субботу в 9 утра сюда приходим. Также в первой половине дня на стадионе «Металлург» прошли соревнования по волейболу. В них приняли участие 6 команд из поселений Ленинского городского округа. Всего же в различных дисциплинах здесь выступило более 500 человек. Это все спортивные объединения, начиная от муниципальных секций, кружков, клубов и так далее. Это общественные объединения, это спортивные фитнес-клубы, которые развиваются на нашей территории, чтобы показать нашу силу и дух, спортивный дух нашего округа. Конечно, не столь массовыми были соревнования по шашкам, шахматам и настольному теннису. Впрочем, и здесь борьба была бескомпромиссной и азартной. Погода для занятий спортом самая подходящая. Иногда накрапывает дождик, но в целом свежо и прохладно. Стоит отметить, что в Дне физкультурника задействованы самые неожиданные площадки. Например, теннисные столы разместили в клубе «Десантник», который находится в Центральном парке. Одним из хедлайнеров второй части Дня физкультурника стал многократный чемпион мира и Олимпийских игр пловец Евгений Рылов. При организационной поддержке местного отделения партии «Единая Россия» он провел разминку с юными спортсменами округа. Не всегда бывает возможность приехать, у них как раз получилось. Ну, поработать можно, ребята стараются, это самое главное. Масштабным финалом Дня физкультурника стал фестиваль «Территория спорта», подготовленный при активном участии Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Московской области. На нем представили свои стенды различные заведения Ленинского округа. Ледовый дворец, кажется, что там есть только лед. На самом деле у нас всего очень много интересного. У нас есть фитнес, у нас есть клуб единоборств, хоккей, фигурное катание, танцевальные студии. Поэтому мы такой многофункциональный спортивный комплекс. Стал гостем праздника и Евгений Рылов. Сюда он приехал, чтобы пообщаться со своим подопечным Владом Синилкиным. Мальчик, лишившийся в аварии ног и руки, активно тренируется и мечтает о победах в спорте. Всех рад видеть на этом прекрасном фестивале спорта. Он объединяет нас здесь всех, кто любит спорт. Также помогает развиваться нам детям. Я здесь не случайно. Все благодарительные средства, которые сейчас будут собираться и собираются, пойдут на помощь Владу Синилкину, который у нас прекрасно стартовал, несмотря на несчастный случай. Он показывает, как ему надо радоваться жизни, продолжает радоваться до сих пор и показывает отличные результаты в спорте. Я уже с ним пару раз поработал и это, наверное, один из самых доброжелательных людей в мире. Среди участников фестиваля были не только, собственно, спортивные учреждения округа, но и фитнес-центры, школы йоги и танцевальные клубы. Это спорт однозначно, потому что очень много акробатики, много выносливости должно быть, музыкальности, техники. И, соответственно, у каждого стиля своя база, своя техника, которую нужно уметь делать. Поэтому это еще подготовленность должна быть какая-либо. Таким насыщенным и фееричным получился День физкультурника. В нем приняли участие свыше двух с половиной тысяч жителей и гостей Ленинского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!